Добрый день! И в прошедший шаббат мы читали главу Ваехи, последнюю главу первой книги Пятикнижья Берешит. А на этой неделе находимся в недельной главе Шмот, первой главе второй книги Пятикнижья, с таким же одноменным названием. И книга Берешит — это книга творения. Она рассказывает о сотворении Вселенной, и, что важно, раскрывает нам духовные корни мироздания. Но что более важно для нас, она раскрывает для нас корни еврейского народа. Мы много раз говорили о том, что рассказы про отца Хаврааме, Ицхаке и Якове — это раскрытие нам процесса формирования генотипа каждого из нас. И нужно понимать, что гены — это, по сути, материальное проявление духовного корня. На сегодня я хотел бы поговорить о другом аспекте понятия корней еврейского народа. И это важный аспект, которым характеризуется переход от книги Берешит к книге Шмот. В книге Берешит Тора делится с нами созданием корней, такого фундамента еврейского народа. А в книге Шмот идет речь о следующем этапе. Если продолжать в тех же аллегориях, то тут будет идти речь о ветках. Будет происходить зарождение и рождение еврейского народа, достижение им совершенства перед горой Синай. И в этот момент перехода между книгами важно понять смысл корней и смысл веток, о котором будет идти речь. И пишет Рамхаль, это нам уже известно, и много раз я на него ссылаюсь, и не только я, это Маше Хайм Луцата. Он умер в 1741 году и был 40 лет ровесником практически Балшимтова. Авторитетнейший каббалист, который систематизировал информацию тайной Торы из многих источников и написал доступным и понятным некаббалистическим языком несколько своих книг, которые стали классикой иудаизма. И на них ссылаются, и на них основывают свои труды практически все мудрецы последующих поколений. И вот в книге Дер-Эхашем, я его тоже люблю, и много раз на нее ссылался, «Путь Творца», он в главе об Израиле и народах мира пишет вещи, которые нужно понять и знать. Первоначально Адам Решон, первый человек, имел высочайший статус высшего творения. Но после греха с деревом познания добра и зла, первый человек, а в его лице весь род человеческий упал очень на низкую ступень и теперь должен достичь ожидаемого от него совершенства, то есть уровня обладателей будущего мира, мира награды за свою работу. И для этого постановлено Всевышним, что человечество должно пройти длинный путь, но за лимитированный отрезок времени. Ибо, как всякого старания, пишет Рамхаль, должен быть свой конец. И поэтому наш мир, мир работы, мир усилий, иштадлута, должен иметь свой конец. И после греха первого человека, лимит времени, отведенный человечеству для работы, для стараний, для иштадлута, определен Богом в 600 тысяч лет. Каббла объясняет природу этой цифры, но я за неимение времени не буду отвлекаться. И работа, и старания, которые здесь упомянуты, это не усилия по зарабатыванию денег, а усилия по исправлению последствий греха первого человека, а именно по исправлению зла, пришедшего в этот мир, и всех элементов зла, которые выражаются в наших человеческих плохих качествах. И два фундаментальных из них – это гордыня, от него эгоизм, зависть и так далее, от него соответствующие грехи, убийства, воровство, лошонара, злой язык. И вожделение, как чрезмерное желание удовольствия, от него разврат, лень, и дальше все порожденное ими. И вот как пишет Ремхаль, я процитирую, посчитала высшая мудрость правильным разделить это старание на две ступени – на старание корней и на старание ветвей. То есть, чтобы сначала корни и главы порождения человека укрепились на исправленной ступени, и тогда далее на этом уровне, как на фундаменте, могли бы находиться как корни, так и их ответвление. То есть, чтобы результат старания по исправлению себя и миром был зафиксирован на определенном уровне и далее оставался неизменным, как бы стартовым для последующих порождений. И дальше, я надеюсь, станет более понятно, что конкретно Ремхаль имела в виду. И время у корней было ограничено. Эта эпоха продлилась от первого человека до времен Вавилонской башни. В это время не переводились праведники, был Ханох, Метушел, Эхшем, Эвер, но они не справились со своей задачей и переполнились грехи того поколения. И пишет Ремхаль, что поэтому праведный судья постановил, что в этот период, период Вавилонской башни, следует закончить время коренного старания, то есть старания на уровне корней. И процитирую еще одно место у Ремхаля. И оценил он всех людей и определил их уровни в соответствии с качеством их корня. И постановил он, что от каждого вида корня произойдут потомки, соответствующие корню, про отцу. И тогда мир и разделился на 70 народов, каждый на своей ступени, но все они вместе в более низком своем состоянии. И Израиль, как порождение Авраама, в его возвышенном состоянии. И после этого были закрыты врата корней, и начался процесс управления ветвями. И продолжает Ремхаль, что по своей великой доброте постановил Творец и позволил еще в то время ветвям других народов при желании иметь возможность своим выбором и своими деяниями выкорчивать себя из своего корня и войти в общность ветвей нашего отца Авраама. И у Гарасинай был их у них последний шанс. И Всевышний содеял им великое благо, как пишет Ремхаля, и обошел с Торой все народы и дал им шанс принять ее. И если бы приняли ее, тогда за ними сохранилась бы возможность подняться на более высокую ступень. Но поскольку отказались, закрылись окончательно за ними врата корней на засов, и осталось лишь каждому человеку из этих ветвей отдельно самому перейти в еврейство под дерево нашего прадца Авраама, чтобы иметь возможность возвыситься и постараться достичь того уровня совершенства, которого требует будущий мир, мир награды. Таким образом, сделал Всевышний Авраама отцов всех переходящих в еврейство, всех геров, как сказано, и благословятся тобой племена земли. И вот в книге Перешит рождаются у Якова 12 шватим Израиля. Правильный перевод не колен, а именно ветвей шватим. И это как раз и характеризует сказанное Ремхалем про ветви. И за 12 шватим семьи Якова в Египет уже зашли 70 душ, образующих уже не семью, а род. И эти 70 сил святости напротив 70 народов, разделенных Всевышним при строительстве Вавилонской башни. И они превращаются в 70 тысяч главных ветвей. Именно они вышли из Египта, и именно им было дана Тора. И дерево с корнями и ветвями называется созревшее в Кабале. Так зафиксировалось в мироздании такое разделение, и в тот момент поставил Всевышний 70 своих слуг из рода ангелов, чтобы они смотрели и надзирали за теми 70 народами. И ангел будет осуществлять частный надзор над каждым человеком своего народа, а Всевышний будет осуществлять лишь общий надзор над этим народом. А над народом Израиля он сам осуществляет частный надзор, Ашгаха протит, над каждым евреем. И Ашгаха хвалит общий надзор над всем народом в целом. И вот этот раздел корней от ветвей и произошел у нас на рубеже книг Берешит и Шмот. И со смертью Софавот, конца отцов Якова, началось время ветвей. И мы часто слышим, что всегда одержала нас заслуга праотцов. И это и следует понимать, что мы стоим как на фундаменте Авраама, Айцка, Каякова. Они своим безмерным старанием сформировали те корни для нас, тот уровень святости, тот уровень совершенства, уровень исправления греха первого человека, который всегда, навсегда закрепил Всевышний в мироздании, который будет уже неизменным на все времена и будет являться опорой для нашего дальнейшей работы и для нашего старания каждого из нас в каждом поколении. Так давайте помнить о наших корнях, помнить ту титаническую работу, которую проделали наши праотцы, закрепив для нас свой уровень корней. Давайте помнить, что Всевышний выделил корень наших праотцов навсегда в мироздании, оценив и закрепив навечно этот высокий уровень, на который мы опираемся во всех поколениях. И давайте не просто гордиться своими корнями, приведем эту гордость в практическую плоскость, не дадим гнить веткам, давайте продолжим их работу по исправлению себя и использовать главный инструмент, который дал для этого Бог на горе Синай, Тору и ее законы. Брахава Цлоханам всем на этом нелегком пути и остаемся и дальше в поисках смысла.